так всем привет сейчас будем растапливать печь во первых для растопки русской печи для хлеба подходит дрова лиственных пород это в идеале можно конечно и хвою использовать я не использую хвою я использую только лиц в данном случае вот я сейчас буду топить ясень ясень дрова из ясеня можно длинные то есть как бы я использую даже длинные такое можно можно поколоть будет длинные дрова я дрова не колю то есть я полностью закладываю в печь они как бы нормально прогорают потому что у меня печек горит топится всю ночь я топлю долго так мы эту тачку нагребаю дрова лучше сушить конечно под навесом чтобы они не мокли но у меня навеса нет я вот храню на улице в принципе даже есть всю зиму перезимовали то есть принципе дрова сухие они как бы да нему они мохнут вода стекает не особо то не впитываются в дрова поэтому ну тем более если часто печете я например почти каждый день пеку у меня в печи всегда тепло жарко и дрова быстро высыхают в печи то есть я хлеб испек такая технология после выпечки хлеба я сразу беру дрова и закладываю их в печь они там сохнут до вечера вечером растапливаю вот примерно вот такой вот объем я буду сжигать хлеба у меня будет много булок 60 наверное буду делать соответственно может быть еще добавлю дров все сейчас я все это закладываю в печь теперь мы дрова загружаем в русскую печь длину дров можно рассчитывать по длине горнила вот у меня метро метр на метр горнила нет принципе по диагонали заложить то полтора метра полка влезает как раз полтора метра влезла дрова хоть на улице лежали но они сухие люди всю зиму пролежали под снегом в принципе не обязательно делать навес дрова можно хранить и просто тупо на улице без навеса у меня я сюда храню на улице ничем не накрываю всегда они у меня нормально сухие дрова желательно заранее заготавливать чтобы они успели высохнуть потому что когда сыр и дрова топишь дым валит трубы имейте ввиду жильцам соседам может это не очень понравится поэтому желательно сухими дровами уж кашу бересту использовать сейчас бересты нет поэтому газета вот я забил половина горнила тут дров относительно немного буду подкидывать сейчас так закину все так заслонку заслонки все открываем не забываем так мы сейчас будет разгораться по поводу растопки что я хотел сказать какой бы я объем не выпекал в среднем это 50 булок у меня то есть у меня бывает день когда я 100 булок пеку у меня клиент есть который посту по 100 булок берет вот я когда 100 булок я конечно покрепче топлю когда допустим 50 соответственно меньше то есть тут нужно уже смотреть по ситуации ну вот в среднем грубо говоря если вы выпекаете там какой-то объем до 10 булок 20 50 неважно я всегда топлю серьезно печь то есть ну как бы другое дело если вы экономите дрова да но здесь опять же палка в двух концах будете экономить на дровах хлеб у вас будет не тот потому что как показывает практика когда экономил я на дровах чуть-чуть не дотопил печь все это как бы неравномерная протопка печи она потом сказывается на хлебе потому что где-то там в глубине нормально растоплено да протоплено а где-то ближе к устью к арке то кирпич не сильно нагрет соответственно закрываешь заслонку и хлеб ну вроде как будет типа тепло внутри да но хлеб не допекается то есть температуры не хватило и уже ничего ты не сделаешь допустим вот вы поставили тесто да все у нас выбродила хлеб готов все же будете выпекать растопили печь ну как вы поняли да что растопили не не хватило тепла и все уже ничего не сделаешь придется выкидывать хлеб потому что пока вы будете топить у вас тесто уже перезреет поэтому как я вот я поначалу когда только начинал печь у меня вот были такие проблемы не дотопил и у меня я закладываю хлеб я смотрю что он там типа температуры не хватает тупо и все это меня как бы конечно сильно подкашивала что я стал делать я просто не стал экономить на дровах я грубо говоря закидываю полное горнило и топлю крепко 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 но потом перед самой выпечкой я просто осужаю пот то есть у меня очень серьезно топлю печь сильно и утром когда то есть как бы прочь понять проще остудить уже как вам до той температуры какая вам необходимо чем как бы ты выпекаешь там впритык вот дров там допустим килограммов 5 килограмм дов хватит вроде бы когда ну как бы а может и не хватить понимаете всяко бывает может быть сырые дрова там или может быть чуть не дотопили то есть всякие ситуации бывают то есть получается лучше перетопить печь что я и делаю в принципе то есть ну как бы слово перетопить это конечно ужасно звучит для русской печи русскую печь нельзя перетапливать но у меня русская печь это потом я отдельно сделаю видео расскажу про про саму печь как я печь сделал то есть я ее усовершенствовал то есть от русской печи классической здесь мало что осталось да там кирпич остался так плюс я сделал каркас усилил то есть без каркас она бы у меня уже развалилась бы давным давно поэтому она выдерживает любые перетопы а для хлебопечения как раз нам это и нужно нам нужно хорошо топить ее это вам не каши там томить при низкой температуры здесь нужна высокая температура то есть я крепко топлю утром стою да уже начинаю заниматься тестом у меня печь горячая то есть внутри еще угли не догорели и температура внутри печи очень высокая там 500 400 500 там 600 градусов я пока занимаюсь хлебом у меня печь остывает сначала я открываю заслонку затем я смотрю просто пирометром обязательно нужно пирометр купить я смотрю температура пода я ориентируюсь по температуре пода какая температура пода у меня красный кирпич для красного кирпича ну если вы используете допустим есть печки которые используются которые выкладывались шамотным кирпичом есть красным кирпичом у этих два вида кирпича разные температуры ну коэффициент температурного расширения и разное тепло у него то есть если вы топите на красной на красном ну в русской печи из красного кирпича и она будет отличаться от тех же параметров то есть от той же протопки только в шамоте то есть если вы допустим у меня вот температура пода я начинаю закладывать хлеб ржаной у меня температура пода 315 градусов если такая же температура будет на шамоте то хлеб подгорит то есть это нужно учитывать я сейчас рассказываю про красный кирпич про шамот я не знаю если у вас печи шамота то вам нужно сделать как бы поправку на шамот то есть там намного ниже нужна температура если у меня 315 градусов то в шамоте там нужно гораздо ниже там 200 с чем-то я точно не знаю потому что я не испытывал шамот это тоже имейте ввиду так вот я дальше утром когда занимаюсь тестом я просто начинаю смотреть пирометром какая температура пода то есть ну как правило я только когда начинаю заниматься тестом то есть оно выбродило всю ночь я утром встал и начинаю заниматься то есть предварительная формовка формовка окончательная растойка то есть когда начинаю делать предварительную формовку то есть самый начальный этап после брожения я просто пирометром смотрю какая температура как правило у меня температура пода ну вот я выгребаю угли примерно 400 градусов 400-420 градусов примерно ну да где то так и я уже смотрю я понимаю что да я пока буду час заниматься тестом через час я начинаю пот остужать то есть если сильно затопил я понимаю что он будет остывать долго 3 часа к примеру да то я беру ведро сейчас покажу такая мне тряпка вот такая тряпка у меня и швабра ведро с холодной водой я просто вот этой тряпкой остужаю пот вот это нужно делать обязательно если вы это не делаете не сделайте в чем тут проблема будет то есть если тупо ждать полного остывания вернее не полного остывания печи до нужной температуры то если вы пекаете большой объем вам тепла не хватит на выпечку допустим 100 булок вот например у меня вот допустим вот у вас дано нужно испечь 100 булок правильно если вы встали протопили и у вас в принципе есть время чтобы сделать тесто к назначенному времени когда примерно будет печь остынет когда он да она остывает медленно печь то есть вместе с подом остывает и свод допустим вы остудите ну сама печь остыла до 315 градусов температура пода да вы начинаете закладывать печь то есть температура свода примерно 200 ну если под 315 то свод примерно ну пускай будет 350 ну к примеру то есть надо понимать что если вы когда вы делаете первую закладку вторую температура будет уменьшаться то есть она будет стремительно уменьшаться потому что печь она сама остыла то есть вы ее остудили не принудительно вычищая ну вымывая под холодной водой а она сама то есть она остужалась дольше и отсюда получается что вам не хватит допустим сделать там 5-6 закладок полных реально печь быстро остынет но если сделать принудительное остывание то есть вы протопили у вас печь горячая прям крепко горячая лучше сделать как чуть-чуть подождать чтобы немножко стабилизировалась температура чтобы немножко подостыла на хотя бы полчасика да а потом просто тупо брать швабру мокрую тряпку и вытирать под тряпкой холодной то есть мы остужаем под он остывает то есть мы грубо говоря остудим под до 315 градусов но свод будет намного выше уже не 250 градусов мы же свод не остужаем он будет выше температура и когда мы будем выпекать хлеб на поду соответственно мы начинаем с 315 градусов у нас под будет постоянно подогреваться за счет тепла свода то есть соответственно мы уже сможем сделать 5-6 закладок но если бы мы выпекали бы после остывания печи самостоятельно то есть после ее самостоятельного остывания соответственно свод бы не подогревал бы под потому что была бы примерно одинаковая температура а здесь у нас под 315 а свод грубо говоря 400 градусов и у нас под остыл то есть мы выпекаем на поду над подом примерно 10 сантиметров температура оптимальная для хлеба да на своде там высокая температура но зато у нас этот свод потихонечку подогревает под то есть вот почему очень важно именно сделать протирку пода холодной водой вот я раньше это не делал пренебрегал и у меня серьезные проблемы были с ржаным хлебом потому что мне нужно было сделать большой объем и я не приходилось топить крепко чтобы успеть сделать там 5-6 закладок соответственно я топлю крепко у меня первые у меня просто был постоянно горелый черный хлеб всегда у меня проблема была у меня вечно эти клиенты жаловались якобы я не знал как эту проблему решить нигде это не было написано вот реально а вот казалось бы насколько все просто да вот нигде я случайно нашел информацию у одной французской пекарни вот они вот так делают традиционно у нас в русской печи так никогда не делали то есть бабушки может где-то протирали там веником а вот именно в хлебном производстве я такого не встречал как бы нигде в России я не нашел информацию нашел во Франции информацию что вот так вот нужно делать начал практиковать в руку набил сейчас вообще идеально просто то есть хлеб никогда проблем с хлебом нету ну бывает там подгорать чуть-чуть даже немножко зазевался там потому что там может зазеваться 3-5 минут все он как бы поедина немножко подгорело то есть вот это вот очень важный лайфхак обязательно обязательно нужно остужать пот так ну у нас сейчас немножко разгорелось она сейчас погорит чуть-чуть то есть вот сейчас вот грубо говоря в вечер да я вот начинаю топить печка она будет гореть всю ночь что я делаю я ну сейчас она разгорится как только огонь загорится хорошо разгорится я вот прикрываю прикрываю заслоночку то есть ограничиваю доступ кислорода и печечка горит по чуть-чуть не сильно сейчас вот там огонь крепко горит да я прикрываю и огонь притухает то есть соответственно то есть тем самым я продлеваю растопку на всю ночь чтобы она горела медленно но долго поэтому вот что из я слишком много сказал да ну как бы все это как бы нудно да но что могу подытожить вывод какой сделать лучше не жалеть дров топить крепко но если вы топите крепко то вы должны понимать готова ли ваша русская печь к серьезной протопке потому что если топить как я топлю любая русская печь она просто не выдержит у меня мой друг на украине мы вместе с ним одновременно строили печь примерно у нас одинаковые печи его печь через два года лопнула просто ну он делал традиционно классическую традиционную печь без каркаса металлического я сделал каркас металлический и благодаря этому каркасу у меня печь живая вот уже сколько четыре года или пять свод со сводом ничего не происходит то есть ни один кирпич там вылетел один ну как бы не критично то есть ну плюс я использовал старийный кирпич вот под у меня из современного кирпича я его перекладывал а свод у меня весь из старинного ну вся печь у меня русская из старинного кирпича я просто в свое время заморочился сейчас не знаю стал бы я или нет из старинного кирпича это очень сложно сложно найти кирпич сложно его обработать я тем более сам эту печь клал и геометрия кирпича разная совершенно то есть кирпич ну совершенно разный нету одинаково кирпича и очень сложно очень сложно особенно свод я выкладывал очень долго и ну как как мы видим что печь жива я каждый день пеку топлю крепко серьезно топлю очень серьезно и топлю так что у меня аж кирпич красный становится и свода и пода просто красный и ничего не происходит единственно трещины пошли конечно трещинки пошли но это нормально они как бы изначально как 3-4 года назад как возникли эти трещины они так и остались то есть она не расползается вот эти вот трещинки ну здесь вот мизинчик можно ставить ну ничего страшного как бы вот он металлический каркас очень важная деталь хлебопекарной даже не русской печи а именно хлебопекарной если вы выпекаете хлеб обязательно нужно стягивать вот так вот внутри песок я ничего там то есть я в принципе сделал печь по классическую печь по книге Федотова русская печь вот там подробная порядовка вы можете посмотреть вот я по этой книжке делал печь ничего сложного по поводу печки что хочу сказать печь я клал сам во первых у меня фундамент плиточный плита 20 сантиметров плита блоки пескобетон пескоцементные блоки и сверх на блоки я перекрыл уголками и кирпичи 1 2 3 4 4 ряда кирпича 4 ряда кирпича и пот и все и дальше пошло загнетка дымосборник труба сама тело печи то есть подробно как я строил русскую печь очень много написано во первых на сайте моем русскаяпечь.ру во вторых на форум хаусе там даже делали видео приезжали по русской печи и там плюс есть у меня тема на форум хаусе русская печь как я ее строил подробно и как пекарень строил можно посмотреть найти в интернете если допустим вы не найдете то вы можете со мной связаться я ссылочку могу дать так ну вот она догорает вернее разгорелась сейчас она немножко погорит и я позже включусь чтобы посмотреть как она разгорелась буду прикрывать заслоночку и на ночь оставлять ну вот огонь разгорелся дрова все схватились хорошо видим что свод еще не выгорел то есть температура еще там недостаточная показатель что печь протоплена равномерно это выгорание полностью сажи то есть сначала когда дрова начинают гореть свод весь покрывается сажей черной потом со временем когда температура повышается становится максимальной эта сажа выгорает полностью у меня как правило она полностью выгорает это показатель того что печь очень хорошо протоплена если на своде не осталось черных черной сажи это говорит о том что то есть нигде даже в уголках если нету сажи это говорит о том что печь протоплена равномерно вот я всегда топлю крепко то есть у меня сажа полностью всегда выгорает вот сейчас огонь схватился то есть сейчас горит я еще подкину дров прикрою заслоночку вот так вот я прикрываю оставляю маленькую щелочку и они там будут медленно медленно гореть вот так в таком режиме печь может гореть ну еще нужно дров подкинуть долго то есть всю ночь то есть всю ночь она прогорит за ночь она все прогорит и мы увидим там одни угли остается только утром угли выгреб 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 эти угли и ждать пока печь остынет остудить пот и начать выпекать потом посмотрим как угли прогорят то есть в принципе каждый раз когда выпекаете смотрите если у вас много хлеба желательно долго топить если у вас там чуть-чуть хлеба принципе нет смысла закидывать полную запутания дров то есть если у вас печь в режиме то есть вы постоянно выпекаете тёплая это конечно идеально когда вы постоянно печь если вы пекаете время от времени то есть от случая к случаю то конечно это не есть хорошо потому что полностью печь остывает и чтобы ее вогнать режим ну в идеале конечно пару дней чтобы она хорошо равномерно прогрелась крепко а когда вы просто решили пару булок испечь протопить печь холодную ну как говорят там не равномерно будет она в любом случае протопленная потому что много дров вы не будете использовать потому что у вас всего лишь две булки то есть на пару булок можно конечно испечь можно но это нужно постараться если честно то есть я все таки выпекаю большими объемами я мелкоштуку не делаю то есть я не выпекаю там одну две булки то есть я выпекаю минимум там 20-30 то есть я выпекаю минимум тот минимум который способен полностью одной закладкой полностью закрыть весь пот хлебом для чего это потому что если вы будете один хлеб выпекать он у вас не поднимется не раскроется поскольку пар подать в печи очень сложно практически невозможно и не хватит влаги влаги не хватит чтобы хорошо хлеб раскрылся то есть один две булки 3 да даже 10 булок они не особо раскроется чтобы хлеб раскрылся нужно обязательно обязательно полностью вот у меня допустим один на один метр на метр под я полностью закладываю хлебом у меня получается 25 булок примерно пшеничного хлеба я полностью весь пот закрываю хлебом закрываю плотную дверцу и у меня только при условии если полностью закрыт под хлебом хлеб получится пышный и красиво раскрышись потому что за счет своей влаги хлеб отдает влагу и за счет вот этой влаги как раз и увлажняется камера хлебная камера увлажняется и хлеб раскрывается то есть он начинает раскрываться и пышнее будет потому что если один-две булки будете выпекать одну-две то хлеб он как бы за счет того что сухо корочка не размягчится и он как бы вот как вы положили заготовку если сделали недорастой то есть не максимальную расстойку то у вас хлеб даже не раскроется он будет плотным тяжелым ну как бы не особо приятный такой хлеб есть если честно поэтому если вы выпекаете маленький объем вам нужно позаботиться об увлажнении камеры но это сделать повторяюсь очень сложно в русской печи поэтому конечно для того чтобы выпечь качественный красивый хлеб ну нужно минимум закрыть полностью под хлебом в моем случае это 25 булок поэтому я даже и не пытаюсь вам что-то рассказать о одной-две булки то есть я в любом случае вам говорю уже мучу как выпекать большой объем там 20 булок 40, 60, 100, 150, 200 то есть в этом да я как бы со своим опытом у меня уже опыт все-таки 4 года я уже немножко руку поднабил потому что почти каждый день выпекаю ну большой достаточно объем поэтому могу какие-то свои наработки вам рассказывать вот в идеале конечно вот большой объем ну большой объем это соответственно много дров да то есть если у вас там какая-то минимум пекарня вы собираетесь дома там выпекать большие на продажу да то есть это конечно же для того для тех кто выпекает на продажу если вы для дома да почему можно в принципе для дома выпекать там но в идеале конечно найти какой-нибудь соседа да может быть там Вася, Петя там кто хочет хлеба да ну сделайте как бы там по недорогой цене там грубо говоря ну чтобы у вас закладочка была там минимум там 20 булок да при площади пода 1 квадратный метр чтобы у вас в принципе качественный хлеб получался тогда вам не жалко будет ни дров потому что вы знаете что дрова у вас окупится вы этот хлеб продали да и у вас дрова окупились то есть это уже как бы плюс ну вот дрова прогорают я сейчас тогда прикрываю и мы я позже включусь через часа 3-4 посмотрим что у нас будет так прошло 3 часа посмотрим как мы как я прислонил маленькую щелочку оставил жар идет капитальный вот дрова загорают еле-еле сейчас я включу свет вот видно что полностью зола выгорела полностью прям белый кирпич то есть идеально то есть в принципе вот как сейчас вот у меня дрова да примерно ну сколько ну еще часа 3 наверное я думаю будет 3-4 часа еще они будут тлеть то есть постепенно они будут угасать температура плавно-плавно медленно-медленно будет падать очень медленно то есть я сейчас прикрываю опять практически полностью и до утра уже то есть всю ночь он не будет тлеть ну еще подкину дров наверное на ночь я как раз пока буду спать до 5 часов то есть к утру она как раз зола останется углей уже не будет и печка будет хорошо протоплена и там останется только уже протереть пот до 315 градусов и выпекать спокойно 5-6-7-8 закладок можно легко сделать на одной протопке и испечь 150-200 булок хлеба так ну тут у нас угли во-первых утро уже утро глина прогорели полностью п 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 загнет в загнетку все все протоплено остужать и выпекать хлеб что я еще делаю я еще веничком подметаю веником обычным веником я вот так вот делаю метаю и вся зола легкая она уходит в трубу сама то есть даже не надо ничего там выметать вот так вот шебуршим по поду вот так вот и у нас все улетает все под уже чистый я беру от золы чистый в принципе ему осталось только остыть если он сам не остынет то принудительно его мухой тряпкой 340 градусов в принципе тряпочкой сейчас пройтись один раз и уже можно выпекать но мы это делать не будем потому что хлеб еще не готов тесто нужно еще приготовить подготовить то есть я сейчас полностью прикрываю заслоночку полностью прикрываю и эта температура будет держаться где-то час как раз у меня хлеба немного будет поэтому у меня нет смысла сейчас вымывать пот я это делать не буду ну в принципе так понятно как бы если у вас большой объем чтобы хватило надолго инерции речи и тепла печи то нужно конечно принудительно ее остудить но нужно было позже топить я топил специально под рассчитал чтобы вот утром она была ну такая как сейчас температура 340-350 градусов чтобы как раз я буду заниматься хлебом и она подостынет за час и как раз будет оптимальная температура 315 300-315 градусов по цельсию под это температура пода и как бы в принципе вытирать я пот не буду мокрой тряпкой то есть подожду как раз час через час пот будет готов и я смогу выпечь 50 булок легко вообще так что вот так вот ну если какие-то вопросы вдруг у вас ну в принципе вроде все я бы рассказал объяснил каждая выпечка она всегда индивидуальна потому что всегда подстраиваешься под количество хлеба много хлеба надо надо крепко топить топить крепко всю ночь чтобы утром еще догорали там угли чтобы была температура под 400 градусов 400 градусов температура все это мы выгребаем и ждем час чтобы немножко остыла она остыла примерно 350 градусов будет под 350 градусов мы берем тряпку мокрую хорошо вытираем под раз, два, три, четыре или пять раз вытираем хорошо все оставляем проходит 15-20 минут будет оптимальная температура 315 градусов то есть вы просто что делаете просто вы осужаете пот до 315 градусов вот это оптимальная температура для выпечки ржанового хлеба да и пшеничного тоже в принципе выпекается за 10-15 минут хлеб при такой температуре всего-всего доброго если какие-то вопросы задавайте спасибо 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 спасибо